Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ в студии Фархад Иванов. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. А увидят ли челнинцы обыкновенное чудо? Накануне в русском драмтеатре мастеровые прервали пока спектакль из-за того, что перестал работать механизм сцены. Подробнее в материале Эльмира Гайнуддиновой. Дорогу превратилось в слоеный пирог. Жители пятого комплекса поселка Гэса жалуются на разбитую и проезжую часть. Подробнее в сюжете о Зелише и Мухаммедовой. Рыбы много не бывает. В Каму выпустили 45 тысяч мальков сазана. С набережной Челнинского проспекта на Сармановский тракт начались строительные работы. Подробнее об этом в сюжете Христины Балабановой. Так ждали обыкновенного чуда, а оно не произошло. В русском драмтеатре мастеровые перенесли пока спектакля. Премьера была рассчитана на три часа, но зрители смогли увидеть только 50 минут. Почему? Это выясняла моя коллега Эльмира Гайнуддинова. Это сегодня механизм сцены в русском драматическом театре мастеровые работает бесперебойно. Но накануне во время постановки спектакля «Обыкновенное чудо» конструкция вышла из строя. Неполадку пытались устранить, но не получилось. А увидят ли челнинцы обыкновенное чудо? Накануне в русском драмтеатре мастеровые прервали пока спектакли из-за того, что перестал работать механизм сцены. Специалисты работали всю ночь, весь день для того, чтобы устранить все неполадки, как мы видим. Сейчас уже все работает, а значит челнинцы смогут посмотреть «Обыкновенное чудо». Если, конечно, снова не произойдет сбой механизма сцены. Этот круг не просто вращается. Конструкции рассчитаны и на горизонтальное поднятие, и на спуск. А ведь русский драмтеатр мастеровые открылся лишь в сентябре. По словам директора, должно пройти достаточно времени, чтобы все механизмы устоялись и работали безупречно. Вы знаете, он работает, работает, работает. Потом может внезапно остановиться, они разбираются. Будем надеяться, что такой вечер разберутся. Во всяком случае, мы спектакль не отменяем. В октябре четыре этих спектакля. Имеется в виду, речь идет именно об «Обыкновенном чуде». В других спектаклях у нас эти механизмы не задействованы. Поэтому другие спектакли точно будут идти совершенно спокойно. Ждем «Обыкновенного чуда». Премьера намечена на 18 октября. И это будет чудо, если механизм больше не даст сбоя. Те, кто не смог посмотреть премьеру накануне, обменяли билеты на 2 ноября. В компании «ЛТМИ Мьюзик» дистрибьютор звукового светового оборудования пока от комментариев воздержались. Эльмир Гайниудинова, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ. В поселке Красные Челны случился пожар. Огонь уничтожил сарай в одном из частных домов Комсомольского района. Обошлось без человеческих жертв. Но, по словам очевидцев, в результате ЧП погибла кошка. Об этом они рассказали моей коллеге Христины Балабановой. Олег Иванов стал одним из очевидцев пожара, который произошел в поселке Красные Челны. Мужчина признается, что потушить огонь самостоятельно не удалось. Поэтому пришлось вызвать пожарную бригаду. Увидели дым. Первый раз. Маленький дым был. Второй раз вышли, еще опять горит. Все, пошли туда, смотрите, откуда дымит. Все, стучались по машине, машину увидели. Кто не отвлекается? По словам очевидцев, в момент возгорания хозяева в доме отсутствовали. А пожарная и скорая помощь оперативно прибыли на место происшествия. По прибытии было обнаружено горение хозблока. Хозяев дома не было. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электропроводке хозблока. Очаг возгорания удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших нет. Сумму ущерба еще предстоит определить. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. Припарковала машину и отлучилась на 10 минут в магазин. А вместо Лады и Калины водителя ожидала груда металла. На автозаводском проспекте напротив 28-го комплекса произошло серьезное ДТП. В отечественный автомобиль влетел Солярис. На место ДТП выехала съемочная группа телеканала Челны ТВ. 19-летняя Юлиана Жирко за рлем чуть больше полугода. В марте ей родители подарили Ладу Калину. По словам девушки, она всегда соблюдала правила дорожного движения. Сегодня она припарковала своего железного коня. Отлучилась буквально на несколько минут. А когда вышла из магазина, увидела, что ее машина разбита. Первым же делом позвонила папе. И все, он пытался успокоить. Он еще в рейс уехал. И он ничего толком не может сделать, потому что у него нет здесь рядом. И поэтому приехал папин лучший друг. Мама приехала сразу, подруга приехала у меня. Удар был настолько сильным, что Ладу Калину развернула и отбросила на середину проезжей части. По словам Юлианы Жирко, в ее припаркованную машину влетела иномарка. В ней сидели четыре человека. По предварительной информации, они были пьяны. А перед этим водитель Hyundai Solaris нес боковое зеркало у Audi. Слава богу, ребенка не было в машине. Она была в магазине. Но когда она увидела все это, у нее был шок, конечно. Ребенок в истерике у меня. Она не знает, что делать. И папа уехал. В такой ситуации как бы. Ну, растерялась. Авария, видимо, была настолько серьезной и сильной, что обломки разлетелись на несколько метров. К тому же трехполосная полоса движения на Автозаводском проспекте стала только однополосной, что также создает определенные неудобства и помехи для других автолюбителей. Автоинспекторам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также выяснить степень виновности каждого из участников аварии. Эльмир Гайнудинова, Сергей Вильданов, Новости, Челны ТВ. А вот на другом участке аварийность должна пойти на спад. Место концентрации ДТП в скором времени будет вычеркнуто с дорожной карты города. В Автограде стартовало строительство кольцевой развязки на набережной Челнинском проспекте в сторону Сармановского тракта. Христина Балабанова подробней. Разбород с набережной Челнинского проспекта в сторону Сармановского тракта поселка Зябь является местом концентрации ДТП. По статистике ГИБДД только в текущем году на этом участке произошли четыре аварии, в которых пострадали люди. О необходимости безопасной развязки водители говорили неоднократно, но решением проблемы занялись только сейчас. Здесь в час пипы очень большие пробки собираются, и как бы нету съездов. То есть, чтобы с заправкой, например, выехать, развернуться в сторону нового города, надо ехать опять же, то есть под мост. Здесь постоянные пробки собираются, но очень неудобно, порой стоишь долго, ну, опасный участок такой. На развороте с набережной Челнинского проспекта на Сармановский тракт идет подготовка к строительству кольцевой развязки. На данном этапе рабочие с помощью КАМАЗов уравнивают землю, тем самым подготавливают почву для строительства. Челнинские водители к предстоящему строительству отнеслись положительно. Кольцевая развязка уменьшит количество аварий и сделает дорогу более удобной, считают водители. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости, Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. САЛЛАВАТ! Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на DAF категории Е, грузчики. Телефон 8-919-626-3070. Вы смотрите новости на Челны ТВ и мы продолжаем. Целый грузовик мальков Сазана. Одну тонну 200 килограммов рыбы запустили в районе жилого комплекса Челлы Яр. Зарыбление Челны Водоканал проводят ежегодно. Это компенсация возможных потерь обитателя реки при заборе воды с Камы для нужд всего города. Совсем скоро эти маленькие рыбки отправятся в свободное плавание. Но прежде чем запустить их в Каму, специалисты рыбопитомника измеряют температуру воды в машине. Она должна быть такой же, как в реке, не выше 2 градусов. Для молди Сазана тоже свои требования. Рыба должна быть здоровой и иметь навеску не менее 20 грамм. Выращивается в прудах в поликультуре. Инкубация проходит у нас в начале июня. Мы сажаем ее в пруд 50-х гектарный. После чего она растет у нас. Мы контрольный лову делаем, кормим ее. И, соответственно, в конце сентября начинаем спускать. После того, как мы спускаем, мы разводим рыбу. По словам специалистов, приживаемость рыбы составляет приблизительно 40%. Это зависит от самой рыбы, от водоемов, куда ее запускают, и от хищников. В прежние годы при заборе воды из реки Камы были случаи попадания рыбы в водозаборные сооружения. В 2010-м они были оборудованы рыбозащитными устройствами. После этого ущерб сократился примерно в 10 раз. Есть методика расчета. Расчеты – это считаем не мы, это считает специализированная организация. И они вот такие, это количество нам предъявляют. Мы заключаем договор с организацией, которая выигрывает тендер. Это затраты нашей 200 тысяч рублей ежегодно. В этом году тендер выиграл рыбопитомник из Саратово. Компания пополняет растительноядные рыбы, водоемы и других городов. Если наше хозяйство выпускало 4,5 миллиона двухлетка в советские времена, то сейчас мы выпускаем миллион и полтора. По подсчетам научно-исследовательского института озерного и речного хозяйства, Нижнекамское водохранилище испытывает нехватку в Сазане. Поэтому в последние годы в Каму запускают именно этот вид рыбы. Лисанга Бдрашитова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. В течение дня в нашу редакцию поступило несколько народных новостей. В частности, жители поселка Большая Шельна жалуются на отсутствие освещения на некоторых улицах. Проблема не разрешается несколько месяцев, утверждают они. А жители 25-го комплекса просят обновить их двор в рамках республиканской программы. На ужасное состояние дорог пришла жалоба от челнинцев из поселка ГЭС. Заезд к домам в 5-м комплексе весь в ямах и у хабах. По словам местных жителей, ремонт они не видели около 10 лет. На место выехала наша съемочная группа. Андрей Левченко сторожил дома 5-6 поселка ГЭС. По его словам, он уже и не помнит, когда последний раз обновлялось дорожное полотно во дворе. Разбитый асфальт не просто создает неудобства, но и травмоопасен. Если взрослые люди пройти не могут, каково старикам, тяжело все это. Самое главное, что это никому не надо. Никто не хочет ничего изменять. Двор больше напоминает танкодром. От асфальта остались одни дыры. Дорога возле дома 5-6 выглядит как слоеный пирог. Над старым покрытием наслоение нового, которое тоже пришло в негодность. Везде дыры, ямы, колдобины. И как нам сообщили местные жители, проблема не решается уже на протяжении 10 лет. Давайте измерим ширину одну из ям. Получается с этой стороны метр семьдесят, а тут почти метр. Горожане не понимают, почему никто не занимается обновлением дороги. Во-первых, здесь пройти невозможно. Во-вторых, если мы здесь ходим, все машины ставят. Вот на тротуар. А по пешеходам как ходить? Тут лужи по колено. У меня, например, этот, как его, рессора. Мне пришлось заплатить деньги для того, чтобы починить левое колесо. Но это было года два, наверное. Это же такой ужас давно. Так что вот, это даже еще по материальному положению стучит. Когда будет проведен ямочный ремонт? С этим вопросом мы обратились к сотрудникам администрации. Дворовые территории пятого комплекса поселка ГЭС включены в перечень программы «Наш двор» на 2024 год. В ходе реализации программы будут отремонтированы все внутриквартальные дороги. Обновлением дорожного полотна займутся сотрудники предприятия «Автодорог». От них зависит своевременная и полноценная диагностика и лечение. Накануне в России отметили День участкового терапевта. Именно этот врач должен разбираться во многих областях медицины и даже быть отчасти психологом. В идеале этот специалист, который должен знать все о здоровье пациента, от первой записи в карточке до подробности вакцинации. Лиля Гатина познакомилась с одним из терапевтов нашего города. Сатурация крови хорошая, сердцебиение чуть-чуть увеличено. Хотел стать агрономом или летчиком, но выбрал профессию помогать людям. Радмир Шерхимуллин работает врачом-терапевтом в поликлинике номер 3. В этой профессии случайных людей нет, и быть врачом – это как призвание делится челнинец. По словам Радмира Шерхимуллина, он уже со школьной скамьи мечтал стать врачом. Специальность выбирал тщательно. Я подумал, наверное, лучше быть асом во всех специальностях. То есть терапевт – это тот врач, который думает обширно, объективно. Он смотрит на человека снаружи полностью. Так вот, допустим, болит печень. Почему? Мы разбираемся причины, выявляем теологию, потом начинаем лечить патогенетически. А в узкой специальности это делать нужно только в определенном месте. Во время приема пациента врач может столкнуться с любой болезнью, поэтому должен быть подкован во всех областях медицины. Причем выяснить причину болезни нужно в рамках приема буквально за 15-20 минут. Также участковые терапевты выезжают к пациентам, которые находятся дома. Терапевт выявляет заболевание в первую очередь, то есть до развития самой болезни. И мы предотвращаем развитие онкологии, тяжелых состояний суставных заболеваний и так далее. С теплотой и уважением отзываются о специалисте как пациенты, так и коллеги. Больные очень уважают, любят, несмотря что он молодой. Но он все равно, все у него хорошо получается. Пациенты идут, ну как с охоты идут, пишут много благодарностей. В свободное время врач-терапевт занимается спортом, чтением татарской литературы, а также увлекается записью смешных видеороликов, где иногда наглядно показывают своих пациентов с помощью парика или вовсе создают видео для поднятия настроения. Участковый терапевт – это главный в первичном звене здравоохранения. Это универсальный доктор, который знает все обо всем. А всего в набережных челнах их 162 человека. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. В эти минуты у хоккейного клуба «Челны» проходит третья игра против барнаульского «Динамо Алтай». Первые две встречи завершились в пользу желто-синих. Челнинцы одержали уверенную победу. Такой подарок для болельщиков, которые полгода не видели домашних матчей. Напомню, спортобъект был закрыт в январе этого года. Причиной назвали нарушение требований пожарной безопасности. И только в середине октября «Ледовый» наконец открылся. О том, как прошли первые игры, расскажем прямо сейчас. Матч хоккейного клуба «Челны» против барнаульского «Динамо Алтай» проходил при полных трибунах. Видимо, болельщики действительно соскучились. Шестой полевой игрок активно поддерживал команду и заставлял спортсменов бежать вперед. Первым ворота распечатал челнинский нападающий Константин Калинин. Тимур Булатов, которому Константин Калинин хотел передать пас, защитник хоккейного клуба «Челны». В этом сезоне он вернулся в ряды «Желто-синих». Приятно, что только зрителю пришло, когда я тут был пять лет назад. Не так много народ собирался, сейчас это развили. То, что какое-то шоу или еще что-то. Очень приятно играть. Единственное, качество льда бы чуть-чуть получше было, а все остальное на хорошем уровне. И, конечно, такая оборона только на пользу хоккейного клуба «Челны». Ведь защита ранее не была сильной стороной «Желто-синих». А сейчас «Динамо Алтай» еле смог пробить оборону и забить гол. Есть моменты плохо с завершением. То есть, последняя стадия прям хромает. Надо в этом добавлять. Думаю, в третьем периоде увидите от нас голы. Но от барнаульцев голов мы больше не увидели. Они проиграли со счетом 3-1. Уверенная победа челнинских хоккеистов. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Впереди вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. На этом у меня все. До встречи на нашем телеканале. Субтитры создавал DimaTorzok